Рассмотрим третий естественный способ задания движения точки. И этот способ мы покажем с помощью мультфрагмента. Способ. Пусть в системе отсчета OXYZ задана траектория точки. Будем рассматривать траекторию как криволинейную координатную линию. Выберем на ней начало отсчета А. Начало отсчета. А. Установим положительное и отрицательное направление отсчета. Положение точки М на траектории определяется дуговой координатой S, равной расстоянию от точки А до точки М, измеренному вдоль дуги траектории, взятым и соответствующим знаком. Дуговая координата S. При движении точки ее дуговая координата изменяется, то есть является некоторой функцией времени. С функции от T. Если это уравнение задано, то можно для любого момента времени определить положение движущейся точки на траектории. Поэтому уравнение S функции от T называется уравнением движения точки по заданной траектории. Таким образом, при естественном способе должно быть задано траектория точки, начало А и положительное направление отсчета дуговых координат и уравнение движения по траектории S функции от времени. Подчеркнем следующее. Дуговую координату нельзя смешивать с путем, пройденным точкой. Путь – это величина существенная положительная, равная сумме длин дуг, пройденной точкой изначального положения. Дуговая координата совпадает с путем только в том случае, если точка движется из начала отсчета А все время в положительном направлении. Мы рассмотрели три способа задания движения точки. Установим связь между ними. Найдем связь между векторным и координатным способами задания движения точки. Пусть точка М движется по отношению к выбранной системе отсчета ОХ, У, З. Нанесем орты осей координат, единичные векторы. Орт оси Х. Он обозначается, как правило, через И. Орт оси Y. Обозначим его Йод или Ж. И орт оси Z, обозначаемый буквой К. Модули ортов, как известно, равны безразмерной единице. А направлены они в сторону положительных ветвей осей. Направление орта и указывает направление положительного отсчета соответствующей оси. Представим радиус-вектор формулой разложения вектора по осям координат. Эта формула хорошо известна из векторной алгебры. Вектор R представим в виде суммы. РХ на И. Плюс РЮ на Йод. И плюс РЗ на К. Здесь RX, RY, RZ Это проекции вектора R на оси координат А И, Й, ОРТ Координатных осей Вектор R разложен на три составляющие по осам координат Каждый из них Равно произведению проекции на данную ось На ОРТ этой оси Нанесем на чертеже Радиус-вектор R Определяющий положение точки при векторном способе задания движения И координаты С помощью которых определяется положение точки выбранной системе отсчета При координатном способе задания движения Х, Y и Z Нетрудно видеть, что проекции вектора R на оси координат И равны соответствующим координатам точки Запишем RX Равно X RY Равно Y И RZ Равно Z Следовательно Выражение для R Выражение для R принимает вид R равно X На I Плюс Y На Y И плюс Z На K Формула Связывающая Векторный И координатный Способы Задания движения точки На примере мы уже показали Как найти уравнение Траектории по уравнениям движения В прямоугольных декартовых координатах Начали связь между координатным и естественным способом Эту связь мы продолжим И в конце второго параграфа Покажем, как составить уравнение движения по траектории Зная уравнение движения В прямоугольных декартовых координатах